Менее чем за неделю февраля текущего года в Самаре выпало более 15 миллиметров осадков, что превысило уже треть месячной нормы. Сейчас в Самаре потеплело до нуля, активно тает снег, ночью, когда температуры уходят в минус, образуется наледь. Профильным предприятиям и организациям поручено большее внимание уделять координации работ и нарастить темпы уборки, не только наземных территорий. Автогидроподъемник, теплая экипировка, каски, страховочные привязи, ограждения участка. Все, что нужно, чтобы обеспечить эффективную работу по расчистке кровли. Каждый год привязи у нас проверяются Ростехнадзором, чтобы все соответствовало, чтобы все было безопасно для нас, для людей. Тосунки висят, проходные дворы у нас. Дорога проходная, приходится каждую неделю чистить, пока не сойдет снег. На совещании, прошедшем в Департаменте городского хозяйства и экологии, управляющим организациям указали на необходимость более эффективного взаимодействия с подрядчиками, занимающимися расчисткой улично-дорожной сети. Зафиксированы случаи, когда снег сбрасывали с кровель на уже очищенные тротуары. Сегодня эти территории поручено привести в порядок. Расчистка автодорог продолжается непрерывно, в две смены, дневную и ночную. Работа ведется максимально интенсивно там, где высокий трафик и ходит общественный транспорт, где имеются подъезды и подходы к учреждениям социальной сферы, промышленным предприятиям. При этом дороги других категорий, конечно же, также включаются в график. Однако есть места, куда техники не подступиться, мешают припаркованные автомобили. Профильные службы просят владельцев с пониманием отнестись к ситуации и обращать внимание на дорожные знаки. В противном случае, если машина припаркована с нарушением, водителям грозят серьезные штрафы. Перемещение автомобилей на штрафстоянку. С точки зрения уличной дорожной сети, за последнюю неделю организована совместная работа с дорожной службой и с органами ГИБДД по эвакуации. Согласовывается план, соответственно, там, где вывозка идет под знаками, если автомобили находятся, их эвакуируют. В прошлые сутки у нас 19 автомобилей эвакуированы, в эти сутки 15 автомобилей. Во дворах решить эту проблему запаркованности для организации расчистки значительно сложнее, говорят специалисты. Здесь остается только надеяться на сознательность жителей. Важно соблюдать правила парковки и своевременно реагировать на просьбы временно убрать машину. От этого напрямую зависит эффективность расчистки дворов и подъездов к контейнерным площадкам. Также профильные службы продолжают приводить в порядок придомовые территории. Особое внимание уделяется выходам из подъездов пешеходным дорожкам. По состоянию, на утро 6 февраля было очищено более 60% придомовых и неразграниченных территорий. Более половины всех территорий обработано противогололедными материалами. На данные участки обслуживания сегодня направили 106 единиц техники, жилищных организаций и районных МБУ. Адресные работы, в том числе по устранению недочетов, продолжаются. К нерадивым управляющим организациям применяют меры. Так, с начала календарной зимы администрациями внутригородских районов Самары составлено 203 протокола в связи с ненадлежащим содержанием кровель и наземных территорий. 169 протоколов уже рассмотрено, наложены штрафы в сумме 948 тысяч рублей. Кроме того, 268 материалов направлено для принятия мер прокурорского реагирования. 28 в ГЖИ Самарской области. Всего же в дневную смену на всех территориях города, на улично-дорожной сети, в общественных пространствах, на дворовых и внутриквартальных участках. Сегодня трудились 3297 уборщиков. Выведено 330 снегоуборочных машин. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.